Это видео только для демонстрации того, что можно сделать с помощью бытовых материалов. Не делайте оружие или эксперименты, показанные здесь без присмотра взрослых. И принимайте все необходимые защитные меры. Я не несу ответственности за неправильное использование информации, приведенной здесь. Не пытайтесь повторить этого дома. Ребята, всем привет! И в этом видео мы с вами соберем настоящую бумажную пушку из обычных подручных материалов. Для этого нам понадобится клей, деревянный чопик, круглый карандаш, две пробки, деревянный брусок, клеевой пистолет и несколько листов обычной бумаги. Наносим клей на лист бумаги и начинаем склеивать наше дуло вокруг нашего карандаша. Продолжая склеивать последующие листы, мы добиваемся нужной толщины нашего дула. И получаем, наконец, вот такой замечательный цилиндр. При помощи отвертки мы достаем карандаш из этого цилиндра. При помощи пилы мы отрезаем неровные края с обеих сторон. Берем деревянный чопик, забиваем его с одной из сторон нашего цилиндра и фиксируем его на клей. При помощи карандаша мы измеряем глубину нашего ствола, делаем отметку и сверлим отверстие диаметром 2 мм. Чтобы не видно было, сколько слоев бумаги мы с вами скрутили, с обеих сторон цилиндра мы приклеиваем кусочки бумаги и обрезаем ее. Получившийся ствол пушки при помощи клея мы приклеиваем к клею. Также наклей мы клеим наши пробки и будут они выглядеть в виде колес. Вместо пороха мы будем использовать с вами обычные хозяйственные спички. Снимаем серу со спичек и заряжаем нашу пушку. И вот такая, ребята, пушка у нас с вами получается. Вражеские войска наступают! Пушку к бою! Поджигай! И враг повержен! Ура! Ребята, вот такую пушку мы сегодня с вами собрали из подручных материалов. Бумага, дерево, пробки из-под лимонада и клей. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно посмотрите предыдущие мои видео. Не пытайтесь повторить это дома. Если делаете, то только в присутствии взрослых. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Пока-пока!